Дорогие друзья! С момента основания мы работали как краудфандинговая площадка, но я думаю, что сегодня мы нечто большее. Мы международное сообщество людей, объединенное с созданием безопасного будущего. Поэтому мы хотим дополнить новым смыслом всем знакомую аббревиатуру SWC. Начиная с этого момента, мы не просто Skyway Capital, мы Sky World Community. Мы настроены работать долгие годы, и поэтому хотим в 2020 году расширить направление нашей деятельности и, конечно, улучшить нашу работу по текущим направлениям. Большое значение в нашей работе имеет качественная презентация струнного транспорта. Мы хотим, чтобы партнеры могли правильно и ярко доносить значимость проекта до потенциальных инвесторов. Для этого мы подготовили новое видео, которое расскажет о технологиях, преимуществах проекта и его плана. Я думаю, что сегодня любой продукт в сфере финансов и инвестиций должен становиться проще и доступнее. Поэтому мы разрабатываем специальное приложение, чтобы упростить инвесторам и партнерам работу с личным кабинетом. Вы сможете получать уведомления, читать новости и проверять счета прямо с экрана смартфона. Мы постарались сделать работу с личным кабинетом еще проще и еще доступнее. Также в 2020 году мы хотим уделить особое внимание образовательному процессу наших партнеров, чтобы повысить их квалификацию. Сегодня у нас десятки тысяч партнеров по всему миру. Некоторые работают с нами с основания компании, другие присоединились только вчера, но мы хотим помочь каждому добиваться лучших результатов. Для этого в этом году мы запланировали открыть свой корпоративный университет. Любой желающий сможет получить востребованные и актуальные знания от профессионалов с достойной репутацией. Мы сможем помочь человеку как в развитии своего бизнеса и в профессиональном росте на нашей платформе. На текущий год мы уже запланировали новые тренинги и онлайн-обучение. Чтобы партнеры смогли эффективно использовать полученные знания, мы готовим новую систему мотивации, специальную систему рейтингов и вознаграждений. Вы сможете сравнить свою эффективность с партнерами со всего мира и получить особую награду за свои усилия. Я думаю, самый ценный ресурс, который мы все обрели за эти годы – взаимосвязь и поддержка людей из более чем 200 стран мира. У нас одна цель – поддержать создание безопасного транспорта для себя и будущих поколений. Да, мы достигли многого, но самые большие достижения еще ждут впереди. У нас много амбициозных планов, которые невозможно реализовать без вас, без вашей поддержки и вашего упорства. Поэтому, спустя пять лет совместной работы, я хочу сказать вам – мы только начинаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении прорывных транспортных технологий Skyway. В этом выпуске производственный центр внедряет в работу новый высокотехнологичный станок. Меры по противодействию коронавирусу успешно внедрены в группе компаний Skyway. И этот день в истории. Итак, обо всем этом подробнее. Производственный комплекс пополнился новым многофункциональным обрабатывающим центром от ведущего японского производителя Okuma. Уникальность устройства состоит в филигранной точности и высоком качестве вытачиваемых изделий. В соответствии с заданной 3D-моделью будущего изделия, машина в автоматическом режиме и без участия оператора будет создавать самые сложные детали для высокотехнологичного транспорта. Станок оснащен магазином на 40 инструментов и поворотной фрезерной головой, что позволит нам обрабатывать детали под различными углами и на различных диаметрах. Для корпусов электродвигателей нам ранее приходилось использовать от 4 до 5 установок на различные станки ЧПУ. Данный станок позволит нам сократить число установок до 2. Изделия, обработанные на данном станке, могут применяться для различных видов механизмов, как в авиатехнике, так и в танкостроении, машиностроении, в энергоснабжении и так далее. Все зависит от того, какую деталь нам необходимо получить. Имея чертеж либо 3D-модель нужного нам изделия, мы с легкостью можем получить это в металле. В рамках стратегии развития механического участка в ближайшее время в производственный комплекс Skyway доставят еще два высокотехнологичных обрабатывающих центра. Это позволит выйти на новый уровень качества готовой продукции и, по оценкам аналитиков, увеличить темпы производства в несколько раз. К слову, аналогичные установки применяются в авиастроении и при сборке космических спутников. На данный момент таких станков в Беларуси всего два. Подробный рассказ об этом ценном приобретении компании-разработчика технологии Skyway в одной из наших ближайших публикаций. В группе компаний Skyway приняты меры по противодействию распространению коронавируса. Проект работает в штатном режиме, заболевания среди сотрудников не выявлено, глобальные планы не меняются, некоторые задержки от поставщиков, объяснимые в данный момент, не носят критического характера и не оказывают существенного влияния на воплощение проекта. Мы имеем альтернативных поставщиков, наладили работу с клиентами и подрядчиками по Скайпу, имеем запас сотрудников в Шарджа, поэтому даже ограничения мирового масштаба скажутся на нашем пути минимально. Тем не менее, в рамках рекомендации Всемирной организации здравоохранения на предприятиях Skyway введен режим повышенной готовности. Персонал использует средства индивидуальной защиты и проинформирован о необходимости незамедлительно сообщать об ухудшении самочувствия уполномоченным лицам. Напомню, как и другие респираторные инфекции, коронавирус передается воздушно-капельным путем, а также при касании к загрязненной поверхности, например, к дверной ручке. Призываем также и всех наших партнеров к бдительности в местах массового скопления людей, «Берегите себя и своих близких». И завершит наш сегодняшний выпуск рубрика «Этот день в истории Skyway». Выпускница факультета по обучению туроператоров Университета Катании Роселла Тамара Алнаджар первой в Италии написала дипломную работу, в которой рассказала о струнном транспорте Юницкого. Вот что она сама рассказывала об этом событии. «Вчера был один из лучших моих дней. Я окончила университет и в то же время получила большое удовлетворение от проекта, в который я верила с самого начала. Выбор темы Skyway для моего диплома сыграл свою роль. Теперь началась реальная работа. Я надеюсь, что в один прекрасный день каждый из вас сможет освободить свой разум и выйти из этой зоны комфорта, дающей вам ощущение безопасности. Бросьтесь с головой в новое, рискните, пролейте весь свой пот за то, во что верите». Проект Skyway морально поддерживает братскую Италию в этот непростой период и прекрасным призывом молодой итальянки мы заканчиваем наш сегодняшний краткий выпуск. Не сомневаемся, что в скором будущем в этой замечательной стране, где у нас огромное количество партнеров, будет много адресных проектов с использованием струнных технологий. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, следуйте нашему примеру и на вопрос «Как здоровье?» вы всегда сможете ответить фразой из популярного анекдота «Не дождетесь!» Строй Skyway! Спасай планету! И, друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Так, я надеюсь, что все подошли. Начинаем наш вебинар. Кстати, хочу сказать, что этот вебинар будет без части именно то, что касается внешнего мира, потому что очень подробно я это писал, специально подготовил определенную аналитику на своей части выступления на телеконференции. То есть это была первая телеконференция, она позиционировалась больше для прибалтийских стран, но мог присутствовать абсолютно каждый желающий. И я рекомендую всем сохранить вот эту вот ссылочку, которую я сбросил, потому что как раз-таки это третья часть, она с переводом также на английский язык. И там я могу сказать, что представлены очень интересные, ценные сведения, что касается того, что происходит за гранями проекта, который мы с вами финансируем, и как это может повлиять, и как это влияет вообще на решение инвестора, текущего, сегодняшнего. Потому что на самом деле портрет инвестора также поменялся. Сейчас стирается грань между категориями инвестора и тот, кто инвестировал в акции, в какие-то облигации, долларовые, евровые. Сейчас на самом деле также может легко стать инвестором и в наше направление. Потому что тихих гаваней осталось не так много. И многие из них как раз-таки не такие тихие, а очень рисковые и непредсказуемые. Я имею в виду криптовалютный сегмент, я имею в виду то, что сейчас произошло вообще на рынке акций из-за падения стоимости на нефть, из-за падения S&P, из-за падения индекса NASDAQ и многого-многого другого. И самое интересное – это только начало. Это еще предкризисное состояние экономики, на мой взгляд, и настоящий кризис будет еще серьезнее. Многие сейчас сравнивают вообще то, что происходит в мире, с тем, что происходит во время войны. И мы также сегодня немножко остановимся на тех аспектах, которые касаются мировых компаний, мировых корпораций, то, как они перестраиваются сегодня. Я хотел бы в первую очередь напомнить об современном, серьезном и обновляемом источнике и основном ресурсе, прежних публикаций, монографии, все, что касается научного труда генерального конструктора и инженера, создателя той технологии, которую мы развиваем. Это, наверное, самый главный ресурс, который я бы посоветовал для изучения новичку, кто сейчас только присоединяется к проекту. Таких становится людей очень много. И на самом деле шутку такую расскажу. Наверное, знаете, что в социальных сетях, в Инстаграм, очень много боты делали такие вещи, что я мамочка, зарабатываю по 50 тысяч долларов в месяц, присоединяйся и я расскажу тебе, как. И сейчас многие люди шутят и спрашивают, где же вы вообще те ребята, которые предлагали удаленную работу, которые предлагали многоуровневый маркетинг. Потому что люди сейчас теряют, к сожалению, работу, и тут нет до шуток. Поэтому вот у нас сейчас запущено уже фактически несколько недель работает компания по холодному рынку. И Казахстан, Кыргызстан показывают отличные результаты даже в условиях карантина. То есть люди регистрируются, те, кто желает ознакомиться с проектом, и это все привлечение новых контактов с Инстаграм. И несмотря на весь кризис, который предстоит, несмотря на коронавирусное состояние мировой экономики, состояние мирового производства, то есть на следующем слайде это упомяну, компания как раз-таки реинвестирует, как и это и должно стартапу серьезному, который рассчитывает на долгосрочное развитие и на счастливое будущее, реинвестирует в свое развитие. То есть наращивается сейчас уровень производства. Вы видели из репортажа, что был приобретен очень серьезный обрабатывающий центр. И вообще в Республике Беларусь только две таких машины, и еще два обрабатывающих центра будут еще приобретены. То есть о чем это говорит? То, когда, к примеру, вообще будет такая кризисная ситуация, все равно производство сможет производить то, что запланировано. Так как это будет происходить по минимальному закупу, то есть будет расход на немногочисленных мастеров, потому что эти машины управляются малым человеком ресурсов количеством. И, конечно же, затрат будет минимум. Все будет произведено, машины будут собираться, и то мелкосерийное производство, которое планируется уже для будущих адресных проектов, его, пожалуй, сейчас не остановить. И давайте посмотрим, а куда же смещается фокус крупных мировых предприятий. И так ли это на самом деле вообще то, что описывают СМИ, то, что позиционирует SEO этих компаний. То есть возьмем Tesla, возьмем Fiat, General Motors, Nissan. Я не говорю о Lamborghini, хотя и у них сейчас заказчиков будет не так много, на мой взгляд, это именно ситуация, когда нужно, как в условиях военного положения, быстро перестроиться для того, чтобы не закрывать предприятия, для того, чтобы занять рабочих. И поэтому Ford также вроде бы пожелали закрыть один завод, и Трамп очень сильно раскритиковал, потому что как раз таки Ford сейчас должен работать на нужды национального хозяйства и поднимать в том числе в своей части экономику страны, поставляя уже не машины, не автомобили, потому что вы же понимаете, сегодня автомобили намного меньше нужны, и кто их будет покупать, потому что сегодня я посмотрел, выглянул в окно, услышал шум, и проезжают машины, то есть в моем родном Челябинске, казалось бы, это в январе еще только как-то оказалось очень далеко, так как было в Китае, и сейчас это уже в наших родных городах происходит. Ну, я не знаю насчет других городов, но у нас уже машины по дорогам ездят и производят обработку различными химическими растворами, которые поднимаются высоко и доходят до окон. То есть это соответствующие современные реалии, в которых нам предстоит с вами жить. Сколько? Три, шесть месяцев, год, полтора, никто не знает. Одно известно то, что эпидемия, она имеет определенную продолжительность среднюю, и сейчас мы статистику не будем рассматривать, так как это не тема данного вебинара, но не быстро это все пройдет. Поэтому я рекомендую так же, как сегодняшние промышленные предприятия перестраиваются, например, Tesla, например, Fiat, например, Ford, они перестраиваются к топот, выпуск ИВЛ, то есть для искусственной вентиляции легких аппаратов. Причем перестройка займет в районе года. То есть специалисты это четко утверждают, что так моментально перестроиться абсолютно невозможно. Это делается для того, чтобы как-то сохранить на плаву бизнес. Акции автомобильных компаний, они упали. Акции авиакомпаний также упали. И многие акции сейчас падают. Те, кто вам говорил ранее, что нет, меня не интересует актив той компании, которую ты предлагаешь, потому что это будет акция в будущем. Сейчас это какой-то непонятный актив. Но на самом деле все венчурные компании, они предлагают продукт несуществующего пока актива и предложение войти в него на раунде А, на предпосевной стадии. Предпосевную стадию мы уже давно прошли, потому что за 5 лет, чуть более чем за 5 лет, мы привлекли достаточно серьезную сумму средств, которую можно сравнить с как раз таки предпосевными стадиями, раундами А и возможно даже раунд Б современных венчурных компаний, которые привлекают подобные инвестиции. И сейчас также в этой логике, я думаю, что вскоре мы получим инструменты, в том числе в первую очередь от головной компании, как позиционировать наше направление, как позиционировать бизнес именно в виде финансового, инвестиционного инструмента, который мы с вами предлагаем. тем инвесторам, которые верили в акции, и сейчас они являются долгосрочными держателями этих акций, потому что акции очень сильно упали. И вот выступление своем на телеконференции, это третья часть телеконференции, то есть кто желает, кстати, посмотрите первую, вторую часть, подпишитесь на канал, именно Skyworld Community, вебинары, там происходит время от времени достаточно интересные события, которые можно посмотреть, если кто-то не хочет тратить время, я предпочитаю смотреть в перемотке 1.75 скорость. То есть мозг абсолютно воспринимает, на мой взгляд, и если что-то нужно записать, можно остановить, записать. То есть на текущий даже вебинар, если он продлится 50 минут, вы затратите чуть более 30 минут. То есть это можно уделить, тем более, когда все сейчас сидят дома. Я могу сказать, что я также вступил на путь, снова решил тряхнуть стариной. Вы понимаете, что структура достаточно немалая, и с первой линии уже именно с новыми людьми, с первой линии работа не так активно велась, больше с глубиной. Но чтобы понять процессы, и чего нам, как Skyworld Community, не достает, буквально на днях, вот вам личные примеры, я человека зарегистрировал на просрочку, и еще несколько людей на очереди. Это несложно делать, и мы будем максимально автоматизировать эту систему, для того, чтобы вы смогли не просто сами доносить информацию, для того, чтобы вы человека отправили на обучение, грубо говоря, курс, систему дупликации, которую Франтишек Solar Run раньше нам преподавал, преподносил в виде оффлайн мероприятий. Сейчас это все будет перестроено на онлайн. Кто любит почитать, почитает. Кто любит послушать, послушает. Кто любит посмотреть и почитать, будет, значит, субтитровка. И таким образом вы будете экономить свое время, работать уже со следующими людьми, потому что их сейчас, поверьте мне, очень и очень много. Вернемся к компаниям. Немножко я отвлекся. Кристиан Диор стали сейчас производить и поставлять антисептики. Компания индийская, Mahindra Group, это крупнейший производитель электромобилей и сельскохозяйственной техники, также перестроился на потенциальное производство ИВЛ. Ford, Nissan, General Motors, Fiat, Pernot, Ricard, это крупнейший алкогольный поставщик. Все они перестроились как будто в военных условиях, на совершенно другие отрасли, чем они занимались. Несмотря на то, что у них производство обеспечено и, казалось бы, загружено, но резко сократился рынок. И для того, чтобы выжить, это все предпринимали мы. Для того, чтобы выжить, финансируем ту отрасль, которая на данный момент реинвестирует в производство, для того, чтобы оно было максимально эффективным, максимально быстрым, как Михаил Кириченко упомянул, что более чем в два раза увеличится темп производства, это круто, я могу сказать, то есть это сильно. И также снижать вообще стоимость производства, не влияя на критерии качества, потому что сейчас мы вступили на развитие в Арабских Эмиратов, и там качество прежде всего. Я рекомендую всем посмотреть интервью, поставьте плюсики, кто посмотрел интервью генерального конструктора. Это, я считаю, самое важное и самое главное интервью прошедшего месяца, уже ушедшего марта. И Анатолий Эдуардович там сказал много слов, но я хотел бы выделить главное, как обычно, на свой взгляд, и сопроводить это своими объяснениями. Во-первых, сейчас повторюсь, что мы должны финансировать ту технологию, которая обеспечивает максимальное качество. И из-за обеспечения максимального качества был сдвинут срок запуска строительства, уже монтажа путевой структуры второй линии. Представьте, на что вообще обращается внимание, задумался ли об этом Hyperloop, например, задумался ли об этом, если бы они что-то строили на территории какого-то технологического центра уже на территории той страны, где они собираются реализовывать адресные проекты, BIMCAR LTD. То есть сейчас можно произносить имя этой компании, потому что процесс уже пошел, и вы видели, как достаточно с иронией генеральный конструктор все это описал. Первое то, что каждый должен понять, и это необыкновенно вдохновляет то, что коронавирус не отменяет проект, который мы с вами финансируем. То, что плановые работы идут по графику, тоже отметил и финансовый деятель, бухгалтер на сегодняшний день Skyway Green Tech как в Арабских Эмиратах вы видели это в интервью. И все идет по плану, заканчивается первая фраза, первая фаза, строится уже, началась строиться вторая фаза, и для того, чтобы обеспечить серьезные стандарты европейских и арабских эмиратов, это чуть-чуть отложилось, для того, чтобы подтвердить свою максимальную репутацию. Компания, которую мы с вами финансируем, намерена работать не просто долгие годы, а десятилетия. И для того, чтобы обеспечить долговечность путевой структуры не на 10 лет, как показали расчеты по стандартам Арабских Эмиратов, а на 100 лет, именно по их стандартам, пришлось переделать многие моменты и заказать новые комплектующие, по сути, сделать новую путевую структуру. То есть только струны остались те же самые. Представьте, насколько щепетильно на стадии стартапа подходит к делу генеральный конструктор. Я думаю, что это как раз-таки тот стандарт, который должна задавать компания генеральный конструктор в той корпорации, которая создает новую отрасль с нуля. И вторая фраза. Сейчас мы строим вторую линию. К Экспо 2020 часть путевой структуры фермы будет смонтирована. Вы наверняка слышали и знаете, были слухи по поводу Экспо 2020, но сейчас уже абсолютно понятно то, что из-за коронавируса сейчас Экспо 2020 откладывается. И это нисколько не изменило стратегию развития. Генеральный конструктор это предполагал. И я думаю, что все понимали, все были уверены. Но если бы не отменили, все равно бы успели и то, что продекларировано было и обещано выполнить, то было бы выполнено. Это действительно тоже тот стандарт, который был задан еще к Инотранс, когда в кратчайший период, в кратчайшие сроки, буквально с нуля был запроектирован и легкий прогулочный транспорт, той технологии, которую мы финансируем. Видите, я даже не произношу уже название транспортных модулей. Я настолько привык к реальности после ребрендинга, что для меня это кажется абсолютно простым. Поставьте, кстати, плюсики, кто тоже привык к новой реальности после ребрендинга. Мы абсолютно это пережили. И сейчас мы абсолютно квалифицированно, не обещая ничего лишнего и лишнего, и личного продвигаем наш проект. И это замечательно, дорогие друзья. Но упор генеральный конструктор желает сделать на четвертую линию, где будет провисающая путевая структура уже с большими пролетами, и будут перемещаться тяжелые машины. Это как раз-таки контейнерные перевозки, это как раз-таки электронные сцепки уже пассажирских транспортных модулей, и многое-многое другое, что рассчитано как раз-таки то, что упомянул в пункте 4. Что сейчас, это упомянул генеральный конструктор отнимая от стата, а значит, это является некой дорожной картой, что сейчас много потенциальных заказов, когда надо перевозить десятки пассажиров в час и перевозка большого количества грузов, в частности, морских контейнеров. Поэтому под эти нагрузки, которые превышают 50 тонн, мы спроектировали четвертую линию. И опять же, нюанс, мы ее планируем построить к Экспо 2020. Это все было сказано до того момента, когда Экспо 2020 официально была объявлена, что переносится. Но это можно было предположить. Но, согласитесь, Экспо 2020 могли и не перенести. И все равно, что было задекларировано, что было обещано, как перед инвесторами, так и перед государством, целым правительством, все это было бы реализовано. И в ходе оптимизации, в ходе вот этого полувоенного положения в мировой экономике, в мировой промышленности, в сокращении рабочих мест, потому что сейчас был самый большой всплеск, наверное, потерь рабочих мест именно на рынке США. Это самый крупный скачок именно даже со времен Великой депрессии. Мы сейчас понимаем, что необходимо то, что привлекаются инвестиции, направлять на то, что стратегически важно. И в том числе и вы заметили, что мы сразу отменили, как SWC, Skyworld Community, отменили, предвидя, предугадав московский офлайн форум. И это было отменено еще за полтора месяца, если не ошибаюсь, если что, меня поправьте. Опять же, предугадав то, что потенциально может происходить в Москве. И это мы получили, иначе это были бы потраченные инвестиции, те, которые мы привлекаем, в том числе на технологию. Да, маркетинг сработал бы, если бы событие состоялось и привлек намного бы больше инвестиций, но того, что будет тщетно, сейчас допустить абсолютно нельзя. Поэтому стенд на самом деле на Экспо 2020 уже после ее официального переноса будет находиться на территории инновационного центра. И генеральный конструктор сказал, что это как раз лучшее место, цитату вы можете прочитать, в том, что я сформировал в виде главных моментов нового интервью генерального конструктора, то, что на самом деле там можно показать все подвижные составы, что там можно провести прекрасную презентацию и самое главное не нести дополнительные затраты на спонсорскую помощь, на жизненный цикл стенда, потому что выставка в Арабских Эмиратах не просто выставка, это целое событие и это фактически полгода, это тоже определенные затраты и миллионы долларов. Лучше их направить опять же на реинвест, на то, что сейчас стратегически жизненно необходимо и абсолютно поддерживаю то, что сейчас те сотрудники наверняка, которые могут работать удаленно в головной компании, они работают удаленно, те, кто не могут, они работают на местах и те средства, которые были соптимизированы, они направляются на самое главное, на расширение производства, на расширение кадрового потенциала для того, чтобы все так же летело и не затормажилось, как происходит и сейчас. Я не вижу здесь никаких проблем и спасибо этой компании за рекламу нашей технологии, потому что все заинтересованы, знают, чья это машина, чья это технология и так далее. Как вы думаете, о ком тут сказал генеральный конструктор? Как раз таки о компании BIMCAR LTD. Много очень вопросов ко мне лично было, и я могу сказать, что сейчас официально головная компания подтвердила, что это никак не связано с технологией, которую мы с вами финансируем. Это абсолютно два разных проекта, более того, они фактически сами себя высекли, потому что пытаются чужую разработку представить как свою. Тут уж не важно, либо это журналисты, либо это сама какая-то продуманная компания от этого стартапа. Но тендер все покажет, как говорится, весна показывает обычно, что где всплывает и кто где намусорил. И также тендер абсолютно покажет, и все это учитывается. Все, что необходимо, запатентовано. Пожалуйста, не волнуйтесь по поводу названий, скайпот, названия подвижных составов, также все названия подвижных составов, вся технология, которая будет применяться на территории Арабских Эмиратов, она запатентована. Об этом утверждает генеральный конструктор. И вы, наверное, помните, кто был на моем прошлом вебинаре, я их провожу также, то есть мы не меняем график два раза в неделю, потому что не не вижу смысла большого повторять одно и то же, и более того, мы будем вводить вскоре систему для новых людей, которые только узнают о проекте, снова применяя всем любимые, всеми, может быть, забытые кем-то водные технико-экономические вебинары. То есть их будут вести лидеры, и я думаю, что мы придем в оконцове в системе автовебинара, потому что все понимают, что там информация одна и та же, но на комментарии, на вопросы будет отвечать живой человек, но вначале это будут абсолютно живые вебинары для того, чтобы отладить, откатать эту систему и выбрать лучшие варианты. Поставьте от 1 до 10, как вам эта маркетинговая идея, которая применялась и в условиях нашей текущей ситуации, я думаю, что это будет необходимо. На прошлом вебинаре я говорил о тепловизорах, и вы помните, что у меня даже были такие неполадки с камерой, сейчас, слава богу, все хорошо, кстати, такое интересное совпадение было, что на станциях может определяться температура, на мой взгляд, это было озвучено потенциально зараженных людей, и они будут просто не допускаться, блокироваться, и никто не будет друг друга заражать. В текущих реалиях что можно сделать, это нацепить датчик, что он будет как-то определять температуру, но непонятно на каком расстоянии, непонятно по какому стандарту, и все равно один человек, если пройдет в автобус либо в метро, то остальным, кто более чем, менее чем на метр-полтора находится от него, здесь тот щекнул, вы понимаете, либо кашлянул, вы понимаете, что произойдет. В случае же технологии, которую мы с вами финансируем, здесь уже интеллектуальная абсолютно система, которая априори не допустит того, что любой человек, а ведь фактически можно так вот пофантазировать, если оплата будет происходить через, допустим, ну, я не буду приводить примеры, это только головная компания будет уже показывать, демонстрировать, ну, например, можно будет определить каким-то образом температуру сразу человека, то максимально быстро можно это блокировать и отправлять в карантин, либо как-то сепарировать, отделять этого человека и не будет никаких рисков заражения. В современной логистической индустрии, в современной транспортной инфраструктуре это невозможно, поэтому современные автомобильные концерны перестраиваются на производство, кто масок, кто ИВЛ, хотя это достаточно сложные механизмы, в плане того, что мы с вами финансируем, это будет уже подстроено под те реалии, под те возможные апокалиптические, не побоюсь этого слова, сценарии, чтобы технология была востребована и чтобы адресный проект также приносил прибыль тем людям, кто его инициировал, тем компаниям, либо тем совладельцам, тем инвесторам и, конечно же, нам всем совладельцам интеллектуальной собственности, оцененные в Global Transport Investment и распределенные потом по холдингам, потому что мы потенциально будем получать прибыль от всех адресных проектов, и это как раз таки возможность, которая бывает раз в сто лет, которая наверняка закончится намного быстрее, чем мы предполагаем, потому что на самом деле наши партнеры упомянули арабские партнеры, я сегодня не буду останавливаться на этом интервью, хотел бы сделать максимально кратким свой вебинар, что на территории инновационного центра, на территорию первых фаз, первых запущенных трасс той технологии, которую мы с вами финансируем, также прибывают и инвесторы потенциальные, инвесторы, как вы прекрасно понимаете, наверняка они достаточно крупные. Поэтому я могу сказать, что то, что происходило с генеральным конструктором ранее, и кто смотрел автобиографичные материалы на фоне звездного неба, тоже замечательный фильм, рекомендую всем, кто уже глубоко в технологии и в проекте посмотреть его еще раз, знают, что генеральные конструкторы несколько раз все отнимали до нуля, и как с нуля из пепла он возрождался, это цитата. Поэтому текущее время, да, оно пугающее, да, вот сегодня, опять же, я заснял на телефон и сбросил из других городов своим партнерам, знакомым, они испугались того, что увидели, потому что нет машин, нет людей и обрабатывается специальными военными машинами, распыляется раствор, то есть картина, писанная маслом, такая нелицеприятная, пугающая. Но на самом деле многое, то, что сейчас раздувается СМИ, именно раздувается. какой сценарий предполагается, мы не знаем, но что мы точно знаем, что как раз таки в новую мировую логистику, автоматизированную, работающую на блокчейн, и способную перестраиваться, способную быстро подстраиваться под изменяющиеся условия и не останавливать всю индустрию, не перестраиваться на какие-то сторонние отрасли, как раз таки ее настало время создать. Ну и я не говорю уже о том, что генеральный конструктор сказал, что если мы не прекратим гнет на природу, то коронавирус это будет детский сад. С этим я абсолютно согласен. Будем считать это такой очень жесткой, очень деспотичной разминкой для всего человечества задуматься над тем, в каком стиле мы живем, это стиль полного эпохи потребления и она оканчивается, многое будет переходить на роботизированное производство, в том числе и транспортная индустрия, поэтому, чтобы не потерять работу, если кто-то является водителем, либо дальнобойщиком, либо водителя Uber, в условиях коронавируса уже не теряет работу, а в условиях, когда будет создана новая прорывная логистика, это уйдет вообще в небытие, как когда-то ушел телефон обычный, который нужно было крутить, чтобы позвонить, и заменил сначала на кнопочный, а потом на мобильный телефон. Прогресс не остановить, и Китай сейчас, я думаю, будет ускорять еще больше этот прогресс, был введен протокол новый, New IP будет позиционироваться как замена TCP IP, то есть текущего протокола для введения интернета вещей, и так далее. Я думаю, что сейчас многим не кажутся сказками те вещи, которые были рассказаны на вебинаре, что будут строить путевые структуры роботы, что путевая структура будет сама себя обеспечивать, об этом сказал уже генеральный конструктор, то, что ферменной путевой структуры достаточно построить часть, и она уже будет функционировать и работать, и это уже планировалось к демонстрации во время экспо-2020, потому что сначала в Китае дроны летали и предупреждали о том, что необходимо надеть маски, но сейчас уже, к сожалению, в Москве это происходит, и это реальность, которая приближается максимально быстро, чем мы можем себе представить. Представьте, насколько мир нуждается в новой логистике, в новой инфраструктуре, и только в наших силах приблизить эту эпоху, голосуя сейчас своей активностью, своими инвестициями, каждому по мере возможности, по мере желаний и по мере сил. Поэтому только объединившись мы сможем закрыть все те обещания, которые дал и сам генеральный конструктор, профинансировать возможность исполнения этих обещаний. То, что несломленный и действительно абсолютно устойчивый характер и взгляды на мир, на планету в целом генерального конструктора, это, я думаю, что мы видим просто невооруженным взглядом и слышим из каждого интервью. Поэтому, друзья, до скорых встреч, до следующих вебинаров, я постарался сделать максимально кратким этот вебинар, сделать упор именно на интервью генерального конструктора, поставьте по традиции от 1 до 10, как вам информация, преподнесенная мною сегодня, для меня это всегда очень важно, и я рекомендую вам посмотреть, для тех, кого интересовал мой взгляд на текущую происходящую информацию в мире, вот этот вебинар, это третья часть выступления на телеконференции, и также я дам ссылки, тоже очень важный ресурс, очень жаль, конечно, то, что не смогут посмотреть те участники, которые будут смотреть в записи этот вебинар, но важная составляющая, чтобы все социальные сети были под рукой, сейчас я их скопирую также, и готов ответить на один-два вопроса, мы будем заканчивать, дабы экономить и ваше время, наше время, потому что в нашем случае ничего не останавливается, мы работаем просто не покладая рук, фактически с 8 до 12, чего я вам не желаю, но желаю отличных результатов по вашим структурам, вот, пожалуйста, ссылочка на все ресурсы, все материалы, коллеги, вопросы, возможен ли обмен долей в июле этого года, обмен внутри компании, ранее об этом речь шла, людям тоже нужно помочь, на самом деле мы сейчас с коллегами, с остальными членами правления думаем над той идеей, чтобы сформировать стабилизационный фонд пожертвований для тех структур, лидеров, ну, тут все на взаимодоверие будет строиться, для того, чтобы помогать в этой ситуации, потому что кто-то остался вообще без средств к существованию, это такая общая волна солидарности, которую, я думаю, все мы должны пустить, и кто-то закупит антисептики, кто-то закупит маски, кто-то закупит какие-то необходимые продукты питания, но только на общем доверии, только действительно, когда очень нужно, и я хотел бы сказать, что в эту сложную ситуацию, пожалуйста, делитесь с людьми тем, что вернется вам вдвойне и втройне, не поленитесь, допустим, часть от вашего партнерского вознаграждения, тому новому партнеру, отправьте просто в личный кабинет, сколько вам не жалко, и скажите ему, что это тебе, потому что я поддерживаю тебя, благодарю тебя за то, что ты присоединяешься к нашему проекту в это непростое время, но вознаграждая тем самым тебя и через проект и от себя лично, проект также тебя в будущем обязательно вознаградит и будет только радовать. Поставьте также плюсики, кто вот за такие моменты солидарности. Плюсиками от 1 до 10, к сожалению, мы и можем сейчас общаться в условиях коронавируса. Так, как дела с обучающей платформой, когда запуск? Сейчас крайние штрихи уже по IT-системе, это будет происходить на удаленной площадке автовеб-офис, и все материалы уже наполняются внутри личного кабинета и также дублируются на автовеб-офис. Я могу сказать, что наши коллеги по обучению в инстаграм, некоторые модули сейчас физически выполнить не могут, так как выполнить могут, но будет шумно. Кто жил в Индонезии, знает, что если это там не какая-то крутая вилла, которую обычно сообща снимают ребята, и везде шумно, везде кукарекают, и везде посторонний шум от улицы, поэтому такое вот недолжное качество мы не можем обеспечить, но сейчас все усилия прикладывают тренера, которые ответственны за крайние модули по инстаграм, чтобы это все свершилось. Вводный модуль, он обязательно все равно будет выложен, он уже достаточен для, наверное, 80% людей, у которых нет аккаунтов в инстаграме, которые не знают, зачем нам инстаграм, и зачем нам вообще социальные сети. Друзья, я призываю вас перестраиваться, потому что потом будет еще позднее, на удаленные средства работы учиться работать и коммуницировать по скайп, по зум, проводить личные планерки ежедневные, либо через день, через два, учиться работать с социальными сетями пока как можете, и не пренебрегать всем тем, что казалось когда-то там далеко будут использовать компании, потому что ситуация сегодня, она максимально это приближает и ускоряет. По-другому не будет, мир поменялся, и мы обязаны подстроиться под реалии этого мира, дабы продолжать то направление, на которое мы взяли на себя, за которое мы взяли на себя ответственность, как люди, которые его продвигают. Благодарю за внимание, счастливо, и я желаю вам силы, я вам желаю здоровья и всего самого эффективного, потому что это все нам сейчас ой, как пригодится. Но никто абсолютно не расстраивается, не унывает, я думаю, что это вы чувствуете по новостям, по вебинарам, по интервью, дай бог участие каждого он в таком бизнесе в эти времена еще больше самовольно и как-то на подсознании оцениваешь силу того направления, которое мы не удастся. Спасибо за субтитры Алексею субтитры Алексею субтитры Алексею